6 здесь нет он что отправился в глубь шахта а как он мог отправиться в глубь шахта там же закрыта так стопа у нас здесь стенка была или мне кажется вот тут они даже нет но мы вот здесь не были вот здесь что ли стенка была нет нет давай пошли вниз были 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 мы были мы там это самая крайняя сова у это с точка сохранения или были стоп я уже забыл обратно вернись сюда вот здесь мы дрались до сыр борода таки иди здесь было да мы пришли он будет здесь отдыхал вот здесь мы сохранились давай вперед и мы дошли до тупика потому что там тупик должен быть а там разве мне надо было разве здесь вот так вот прыгать я не помню такого хотя вот это место я помню а чтобы здесь спрыгивать надо было я не помню такого внизу что ну ладно ладно видимо помогал убил там стенка вон она стена дырка видишь и здесь справа будет тупик ну да о он там мы нашли бумаги родителей да я помню я не помню чтобы я там спрыгивал говорю же по моему там просто спускались дискуссия город ты уверен что справишься один да я видел на что способен твой легион полагаю ты действительно сумеешь в одиночку преодолеть все опасности но есть кое-что о чем я должен тебя предупредить я не могу войти в мерцающие глубины значит даже тебе не все дороги открыты представь что мое тело это тень длина которого не бесконечна будучи такой тенью я не могу не отходить от нексуса не появляться в местах с высокой концентрации магии не забудь чему я тебя учил эти знания помогут тебе выбраться из шахты живым хорошо понял твоя задача найти титана и добыть искру если что-то пойдет не по плану возвращайся как можно скорее похоже ты боишься потерять связь со мной почему я ненавижу быть в неведении надеюсь ты понимаешь а я надеюсь что ты понимаешь легион северного ветра не твои солдаты само собой меня восхищает твоя преданность анбаре из-за нее ты меня терпишь ступай офис больше не может ждать хмахнула мужчина последок босс кстати да вы должен нам по брякушку я забыл посмотреть о сейчас будет круто щит я уже брал вот сейчас будет круто ну как бы на самом деле не думаю что мы будем пользоваться часто это способностью по итогу так вместо вихря гида попробуем взять правосудие да ну чтож а как они пробили мы тут значит стояли чем только не побили туда ты кто у меня красиво ух ты вот это вид офиска астеритовая руда такая красивая что такое было я посмотрим звездная бездна что там-то похоже на амулет который носит шай только веревка порвалась астерит видимо погрызла какое-то дикое животное наверное он же бесполезен слишком много на нем повреждений о ну вот все таки прощайся шай и стоп конечно мы объем этого главного какому-нибудь и освободим их всех не обязательно прощайся у них вроде как выдавали большом количестве таки амулет это помнишь мы еще в самом начале читали это может быть амулет любого из этих вот что-то агрессивно да ага голос изменился какой-то противный стал виде перегородки так смотри направо можно налево налево сюжет а ты кто но я же не мог тебя бить александр неплохо не долго так бомбить будет вот пока пока у отрасли и не такого ожидал но прикольно это только с огнем не я думаю это не только с огнем это ну то есть с любой стихии да на любой стихии просто будет финальную как бы запускать а чего не входе в такой стоят что 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 я сейчас сделал вон сундук а как к нему добраться с той стороны перепрыгивать видимо там сохранен к кстати ладно давай пока но не лазить же по этим не вернули потом посмотрим вон там внизу еще что-то но мы сейчас спустимся наверно и туда и туда смотри можно пройти а наверх здравствуйте мы рады что вы рады привет привет да спасибо присаживайтесь у меня шестьдесятка пыли да тоже может сходить и потратить теперь 50 нужно было мне реагентов не хватает в любом случае я поняла тебя там разве что выкупить какой проход зашел в левый самый подводу я зашел ой 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 она бабаха это еще взрываются в общем когда умирают уходи да еще так сильно там лесенку сверху можно будет спустить прям как в пиратах часть корабля взрослые такие там что это и посмотрим что саморода кастритовой руды это руда мы добываем руду мечом офигеть да ну там эти бегают тут ползают нормально вот сейчас что опять летать могу странно я не понимаю что происходит когда я их убиваю может мне их не надо убивать это и какую негативную энергию впитываем не на то что всех подряд убивать смысла нет это да но они же на тебя нападают а я наверх пришел вот мы приходим на какую-то локацию ты же подошел к ним посмотрел нападает она тебя или нет нападая значит ключи сдачу правильно но еще один саморода кастритовой руды мне бы растворитель 5 человек растворитель титанит титанит это этот его послал за титаном найдешь титан возвращаясь или что-то такое ему именно титан нужен был скал осколок титана что-то такое не осколок он по мне говорил может я зря все таки это дело а там теперь да нет нет не тупик исследовательская заметка танрия номер один на пути в мерцающие глубины мы столкнулись с горняками и чужеземными ворами во власти голоса чем больше мы углублялись в шахту тем больше разъяренных врагов вставал у нас на пути к счастью бакалавр не он забеспокоился что мы не пришли на встречу в назначенное время и отправился нас искать он помог нам справиться с содержимыми и мы благополучно добрались до мерцающих глубин очевидно за защитные устройства в шахте стела были выведены из строя поэтому горняки пришлые воры подверглись влиянию голоса однако они ведут себя слишком уж враждебно похоже что в мерцающих глубинах что-то произошло так а я обратно пришел нет я проходил ну да я же отсюда как раз пришел поднялся наверх записочку я там прочитал там все больше ничего не было осторожно это же как раз то место куда я хотел забраться до но если я правильно понимаю то можно смело спускаться идти в сторону сюжета потому что дальше вроде никуда не могу пройти здесь тупик здесь кого тоже тупик вот так они просто так не взрываются нужно нанести урон ну за них у нас 3 дают а какие материалки нужны были чтобы потратить растворитель мне какой-то нужен еще титанит интересно зачем титанит погоди так это опять я пришел это дальше это дальше ну да дальше ой хилд это чем сломано сломано да просто я у меня казалось вот эту лесенку уже увидел ну вроде нет о лезут и отходи ой там еще какая-то а мы так увидели толстый очень больно бьет осторожно ай да и уйти они же выбахают или нет нет куда пошла то можно вас побеспокоить спасибо осколок а почему предыдущий не бабахнули нет они не взорвались возможно если их магии убиваешь они не взрываются но это так пока предположение как ощущение что отсюда кто-то должен вылезти так хорошо не знаю здесь я там ничего внизу не пропустил розовый астерит он ведь используется для создания защитных амулетов а где какой розовый астерит опа вот розовый астерит защитный амулет мы до какой-то лаборатории дошли это эти танри лагере натур философов шай о хильды как я рад что-то пришла за мной а кто с тобой рядом как это подозрительно дому спасли нас все добро ум они хорошие хоть и официально ты уверен конечно чуйка не подводит приятно познакомиться жжем к мы исследователи вольнодумцы мы служим лорду петри и стараемся не причинять вреда живым существам немного странно что ты постоянно подчеркиваешь какие вы безобидны все из-за натур философов фанатиков обычно они производят на людей плохое впечатление но нас не нужно бояться прошу прими нашу помощь меня вопрос ты знаешь танри я представляю госпожу минерву из последователей мне нужно его найти я видел его недавно хотел показать ему свои исследовательские заметки и все больше это от него ничего не знаешь а что этого мало танри великий человек в офисе ученых его уровню почти не встретишь лорд и леди танри отправились исследовать глубины боюсь их точного местонахождения я не знаю видимо придется пройти дальше давай передохнем очевидно нам есть о чем поговорить тут по столу вам похожу удивительно что почитать нечего вот из этого столько свитков всяких так а где мы находимся территориально отдельно вынесли ой тут всего семь сундуков всего один мимик зато 4 этих тушканчиков всего 7 пока еще ни один не встретили сундук встретили один так издалека это не считала вон один вот тут вопрос в чем был бы забавно если бы у них тут мимик сидел каких тебя не хватало ресурсов вот этих для закалки да нет мне нужны нет него не для закалки там какие-то особые у меня кстати их вообще нет как так я куда-то потратил или я их не вижу просто тоже баночки но у меня всего два было я наверно их потратил на улучшение посоха минус 1 а если посмотреть архив рекорды осталось сундуков 89 112 это далеко не 7 сундуков осталось куда больше да 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 две банки из двух как раз потратили так ладно исследовательская заметка написанная торопливым почерком номер 2 обожаю наши вылазки в шахту стелла здесь всегда полно образцов для исследований сидеть целыми днями в лаборатории слишком скучно даже кир иногда выходит подышать свежим воздухом а еще очень радуется когда видит диких кротов я вызвался поискать руду хорошего качества для наших лабораторных экспериментов в глубине шахта нашлась даже полностью кристаллизованная руда она красивого лазурного цвета направить на нее немного магии было легко и приятно она лилась как вода кир говорит что такая руда пригодится нам для создания новой симуляции окружающей среды выходит мы сможем начать эксперимента заклинанием циркуляции астральной энергии они тут матрицу создали а кто тут у них сидит смотри и не один это же эти козявки которых только что убивал да там еще кто-то изучает зачем они тут посадили в клетку а ты но я чисто ради эксперимента можно ли нельзя а там еще стоял да я видел но я сначала там поговорю а потом сюда уже подойдем так будет логичнее мне кажется исследовательская заметка написанная торопливым почерком номер три как выяснилось маленькие зверьки кристаллизации не подвержены потому ли это что в их телах недостаточно энергии или мы провели слишком мало опытов надо будет пересмотреть состав контрольной группы а еще максимально увеличить стабильность астральной энергии астритового минерала и повысить точность заклинания циркуляции мы до сих пор не знаем может ли кристаллизованное человеческое тело вернуться к своей прежней форме не хочется думать что бедолаги которыми завладел голос больше не смогут жить как прежде однако кир не сдается а значит я не буду сейчас нельзя терять надежду нужно выяснить как можно больше насколько я помню лорд педу ищет способ создать искусственный нексус мне он никогда не нравился но делать нечего завтра же расспрошу его лорд педу с кем поговорить давай наверно с ученым сначала зачем вы сюда пришли что вы здесь делаете наверняка же не руду добываете мы занимаемся исследованиями нас интересует не то что нужно тандрю но отыскать это можно только здесь ты про людей под гипнозом нет нет мы с ними не разговариваем точнее чтобы никому не причинять вреда мы изо всех сил стараемся с ними не пересекаться да уж обнадежил похоже ты нам не доверяешь на тебя тоже можно понять не переживай мы уйдем как только отыщем исследовательские заметки чьи заметки кого-то кое-кого из ученых ты вряд ли с ними знакома это заметки петре и ирине и о мерцающих глубинах они нужны нам чтобы доказать некоторые гипотезы если мы их найдем то возможно возможно на этот раз нам удастся превзойти петре с его теорий увидишь какие-нибудь записи обязательно скажи за эту информацию я отдам тебе что угодно спросить о спасении лорда и леди танри расскажи как вы спасли лорда и леди танри ты сказал что хотел показать ему свое исследование но мне кажется ты что-то не договариваешь ты могла бы стать натурфилософом твое непоколебимое желание докопаться до истины говорит о том что ты способна учениться не уходи от темы ну хорошо я расскажу несмотря на различия в наших исследованиях мы хотели встретиться в шахте и вместе спуститься в ее глубины то есть эту встречу вы планировали да но танри не пришел в оговоренное время и мы подумали что он попал в неприятности к счастью чужеземные воры не причинили лорду и леди вреда в общем мы их спасли отправились глубже в шахту и оказались здесь как давно это было уже не помню но у меня где-то записано спросить о местонахождении лорда и леди шахте их вроде нет где же они проводят исследования разумеется они отправились в мерцающие глубины без меня одни но почему наверное не хотели ждать я сказал что смогу помочь им через полгода полгода никто не станет ждать так долго к сожалению быстрее не получится я пока что не могу отсюда уйти остались еще кое-какие дела а им не опасно вот так вот уходить конечно опасно им придется пройти множество темных туннелей а о существах во власти голос я вообще молчу если я правильно проставил даты в своих заметках они ушли всего пару дней назад и до сих пор не вернулись наверное они попали в беду возможно странный типок как он я позаботился о нем но он так и не очнулся до сих пор бормочишь тут себе под нос тот амулет мне кажется где-то здесь есть астерит который поможет спастись и добрового какой астерит не знаю но собираюсь выяснить тьфу проклятые голоса такие громкие аномалии в офисе а просто новые диалоги голос из шахты этот голос уже раздражает ага и становится все громче снимаю шляпу перед официанами видать у местных горняков просто огромная выдержка если бы не амулет я бы здесь уже давным давно свихнулся тебя наверное в жизни не так часто доставали у меня отец очень нервный по сравнению с этим голосом совсем не бесит по сравнению с ним голос совсем не бесит мне об этом можешь не рассказывать спасибо а гоблин их спрашивали так спросить почему два года назад он действовал один теперь ты мне расскажешь почему замок барона тебя отправили одного я так рад твоему возвращению в мерцающей глубины что даже отвечу на этот вопрос буду с тобой честен все добровый дал мне это задание чтобы проверить меня на прочность я должен был доказать что напарник мне не нужен а потом я узнал что другим ученикам таких сложных заданий не давали это была проверка получается ты ее провалил а вот и нет я достал сокровище какой хотел и успешно прошел проверку не может быть у ветр что же то украл я тебя заинтриговал да ясно то просто издеваешься нет я серьезно если признаешь что я тебе интересен то я расскажу кое-что еще однажды ты пожалеешь о своих фокусах ха 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 как привести си добрового в чувства о спасибо спасибо вам ученые вы такие умные а можете научить меня как освободить кое-кого от влияния голоса мало просто надеть амулет да это я и сам понял но должен же быть к еще какой-то способ разве нет даже если бы какой-нибудь кузнец выковал из стирита устройства для восстановления сознания перед применением его все равно нужно было бы проверить а такая проверка заняла бы лет так 10 это слишком долго мне бы что-нибудь что поможет прямо сейчас ясно ты нетерпелив а вы разве не ставите опыта на существах в шахте может вы знаете какие-то заклинания или ритуалы ты все верно говоришь мы проводили много магических экспериментов с астеритом разные виды астерита по-разному влияет на существ делают их более агрессивным меняют их облик помогают частично восстановить сознание возможно лишь возможно астерит избавляет от власти голоса я все еще изучаю его значит надежда есть а что это за вид астерита я не уверен что камень спасет человека наоборот исход может оказаться плачевным стоит рискнуть шай ты серьезно пока не попробуем не узнаем сработает это или нет нельзя поддаваться глупым страху тогда пусть один из вас принесет астерит а второй поможет мне с ритуалом хорошо я пойду за астерита что ты хильда совсем не обязательно помолчи я сама так решила я наложу на твое мерцание заклинание поиска так ты быстрее найдешь астерит всего нужно шесть камней вот этот называется титанит обычно он выглядит как темный камень под действием моего заклинания он будет ярко сиять удачи как соберешь камни сразу же возвращайся да еще кое-что магия часто ведет себя непредсказуемо я не могу с уверенностью сказать получится ли у нас хоть что-то и что мне теперь 10 лет ждать нетушки попытка не пытка а я же спрашивал почему еще раз ты нашла достаточно титанита или просто по мне соскучилась забудь что я вообще приходила ученые показали мне как использовать астерит мерцающих глубинах чтобы погрузить себя бро в глубокий сон когда ему станет лучше я спрошу нет ли способа избавиться от влияния голоса я пойду в глубь шахта поищу лорда и леди таны тогда желаю удачи я останусь здесь и присмотрю здесь добро прости знаю ты будешь по мне скучать зато у меня есть хорошая новость я тут раздобыл много астерита правда я вообще без понятия что он делает возьми себе пару камушков вдруг пригодятся будешь смотреть на них вспоминать обо мне здорово да он продает астральный концентрат реагент для растворения астерита 3030 тысяч ну хоть так а так вообще никак самородок 27000 что проходят вообще офигеет 27000 а сколько тебе нужно рек чтобы прокачать вот этих вот три а тут 2 до 10 их тут 10 но я могу две только покупай 2 и копи на третью ну да ну ладно в любом нет слушай не купить пока просто так ты мне ничего не отдашь да зачем тебе вообще звездный пыль смысле просто так ты пытаешься меня надуть у меня свои причины собирать звездную пыль оплату я беру чтобы тебе спокойнее было ты не перестаешь меня удивлять такое обычно говорят с любовью они с досадой ты же со мной еще будешь торговать думаю да а вот спросить не нашел ли он особо астерит наверное так почему мушка опять сломалась 4740 получается меня сохраняться самой первой ячейку надо слетать в укрытие зачем прокачать астральное это улучшение астрального камушка до третьего уровня а я поняла она просто называется как-то улучшить вселение факту мы конечно мы чаровиты качаем его 7500 но я просто качну чтобы уже было вот теперь нам нужна какая-то обработанная звездная пыль обжигающая кровь кристаллический черный лед и мех зверя грозы и мы видели одного зверя в которую мех грозовой был такой уж не с него ли у квинта нового ничего не появилось да пока и можно сейчас сразу тогда вернуться и выкупить получается один кусок растворителя пока что самым крутым вот под этот навык который делает четвертого уровня сразу запускать это наверное либо астральный чаровит потому что на четвертом уровне просто кучу стреляет вот вот так вот либо наверное ледяной который будет получается вот эти шарики ставить везде сложно сказать на тоже прикольно огненный он какой-то очень уж медленный вот да у него есть магазин получается хорошо интересно он у него до конца этой локации или он теперь торговать с нами будет или может быть даже пи переедет к нам было бы совсем хорошо я думаю тут будет пока мы шахту под землей сюда разберемся здесь тогда ну вот именно когда мы здесь проблемы решим я надеюсь что его не убьют и он переедет к нам было бы шикарно здесь обитает множество существ что ты делаешь молчаливый ученый провожу исследование ты изучаешь существ это как-то связано с волшебными кругами ответ на твой первый вопрос да на второй частично да волшебные круги нужны чтобы усмирить их и не дать уйти а что ты будешь с ними делать возьму образцы образцы ты любознательная извини я тебе мешаю нет просто давно не встречал таких людей как ты если у тебя есть вопросы можешь задавать ну-ка расскажи об образцах что за образцы ты берешь я пытаюсь узнать производят ли эти существа симбиотические кристаллы симбиотические кристаллы никогда таких не слышала симбиотические кристаллы похоже на астерит их можно найти у существ пораженных проклятием например в телах мутировавших горняков а она предыдущий вопрос отвечал как-то неохотно прошу прощения зачем ты изучаешь симбиотические кристаллы я хочу узнать почему кристаллы вообще образуются из чего они состоят и как можно применить я даже не подумала что их можно как-то применить это неудивительно симбиокристаллы даже моих коллег не особенно интересует предложить ему помощь в исследовании могу а пойму на существах а зачем вы их поймали вольнодумцы же вроде как не хотят причинять вреда живым существам мы отлавливаем лишь тех кто показывает признаки аномального поведения в последнее время влияние голоса из глубин усилилось и некоторые существа начали вести себя неестественно понятно значит с ними что-то не так отчасти ты права мое исследование отличается от работы старшего ученого я изучаю существ которые производят особые кристаллы ты настоящий эксперт я вот во всех этих кристаллах вообще не разбираюсь это вопрос опыта давай мы тебе поможем в исследовании будем помогать ему ну да что тебе уже удалось выяснить пока только то что кристаллизация напрямую зависит зависит от размера субъекта ты поймешь о чем я говорю если понаблюдаешь за мелкими существами они не кристаллизуются и проявляют меньше активности когда голос становится громче а существа покрупнее например люди или палачи начинают производить симбиотические кристаллы если долго пробудут в шахте мне все еще не хватает образца кристаллизованного плача но таких больших агрессивных существ нельзя держать в неволе а я к сожалению не могу уходить далеко научишь меня брать образцы я попробую тебе помочь ты серьезно ваня я ваша навеки да только если для этого не обязательно быть ученым чем старше симбиотический кристалл тем ниже вероятность что он исчезнет даже если его носитель умрет он никуда не денется симбиотические кристаллы очень похожи на астерит отличаются только цветом они бывают аквамариновыми и бирюзовыми я не хочу вредить живым существам но это только мой выбор если ты принесешь мне симбиокристалл из кристаллизованного палача я смогу продолжить исследование я постараюсь его найти кстати как тебя зовут приятнее ведь когда к тебе обращаются по имени правда меня зовут кир спасибо дождя мы нашли симбиотический кристалл ну допустим я нашла симбиокристалл о котором ты говорил серьезно ты правда принесла его конечно я всегда держу свое слово спасибо а сам кристалл покажешь мне интересно какой вид ты нашла я не знаю может быть пока поискать может быть еще что-то найдется какая-то может быть информация появится в плане документов что-то вот для чего второй вариант сказать ему что вам нужно потом ну да может он просто обменивает будет ничего тебе я подумал поводу не могу до симбиотические кристаллы читать надо просто непонятно во первых дневник мерцающей глубины симбиотический кристалл звучит занятно буду искать а где они у нас я что-то не припомню заданию вроде нет никаких кристаллов это материал был а вот у нас их несколько штук смотряка у мариновых причем мы вот их недавно собирали они вот с этих из больших падают я попробую может быть пока не отдавать действительно но ты ничего не теряешь пока я думаю мы походим собираем посмотрим тут еще шарится судя по всему лично но видимо исследовательская заметка написано торопливым почерком номер один х кир очень удивится сегодняшним результатом в ходе моих экспериментов с астеритом умственные способности семей с десяти кротов значительно возросли следовательно астральная энергия оказывает на них положительный эффект у двух кротов даже наблюдаются изменения в поведении похоже они понимают меня лучше чем остальные я за ними еще понаблюдаю надо проверить влияет ли астральная энергия на их разум я проведу обследование всех кротов кроме тех двух и завтра же попрошу кира выпустить их на волю еще мне интересно какое влияние на них окажет стихийный астерит но я не возьмусь это проверять пока не удостоверить что такой эксперимент им не навредит решено завтра мы будем изучать стихийные камни астерита выпустим кротов на волю и отправимся на поиски образцов ладно ну вроде мы тут закончили а